Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди и добро пожаловать в новое видео! 23 ноября 2022 года ФРС США заявила, что процентные ставки будут расти медленнее и каждый раз повышаться они будут не столь значительно, как они планировали. А все потому, что инфляция начала снижение и последние три месяца она падает. Как ты видишь, она достигла 7,7%, на пике же составляла 9,1%. Многие сразу же заговорили о том, что когда ФРС понизит инфляцию до необходимых ей отметок в 2-3%, она начнет разворот рынка. То есть начнет понижать ставки и при этом наращивать свой баланс активов. Именно в этот момент, в момент разворота ФРС США, рынки взорвутся, как многие верят. Биткоин начнет расти, акции начнут расти, экономику и финансовые рынки зальет дешевыми деньгами. Что ж, сегодня я расскажу, почему все, кто в это верят, кто об этом говорит, жестоко ошибаются. И почему они потеряют большое количество денег на этом своем заблуждении. Ну а если видео покажется тебе интересным или полезным, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы набирали более 4 тысяч лайков. Давай на этом наберем 3 тысячи. Большое спасибо за поддержку. Итак, перейдем к главной теме этого видео. ФРС США агрессивно повышала ставки весь этот год в попытке побороть инфляцию, которая достигала максимальных за последние 40 лет значений. 9,1% официально. Что же пытаются сделать ФРС США? Снизить это значение, буквально искусственно вызвать рецессию, повышая процентные ставки и сливая собственные балансы активов, как видно на этом графике. Как ты видишь, за этот год они сократили свой баланс на 400 миллиардов долларов. Судя по последним отчетам CPI, они добились в этом некоторого успеха, ведь инфляция упала до 7,7%. Кроме этого, такие важные для значения инфляции показатели, как цена доставки и логистики, тоже обваливаются до отметок, которые были до пандемии коронавируса. На этом же графике ты видишь, как рост денежной массы доллара тоже обваливается до темпов, которых мы не видели с 1995 года. Все это дает осторожную надежду, что ФРС США все-таки развернет свою политику. И эта точка разворота, которая обязательно должна случиться в будущем, уже вводит многих в заблуждение. Разворот ФРС США – это когда ФРС скажет, «Все, мы закончили с повышениями ставок, все, больше мы не будем сокращать свой баланс активов, наоборот, мы будем его наращивать, а процентные ставки будем понижать». Вот это и называется разворот ФРС США. Кто-то предполагает, что он случится уже в декабре этого года, а кто-то прогнозирует, что в 2023. Об этом мало кому известно на самом деле, да и не особо важно, когда именно это случится. Важно совсем другое. Практически все аналитики думают, что когда этот разворот ФРС США произойдет, это и будет момент, когда фондовый рынок просто взорвется. А вместе с ним и биткоин, и криптовалюты. Все будет расти как на дрожжах, ведь экономику зальет дешевыми деньгами под практически нулевые проценты и снова будет повторяться 2021 год. Другими словами, аналитики и экономисты верят, что разворот ФРС США станет причиной значительного буллрана, значительного ралли, огромного роста акций, биткоина и криптовалюты. Они верят, что фондовый рынок и криптовалютный рынок будет продолжать падать до самой точки разворота ФРС. И только после этой точки начнется безумный рост до новых исторических пиков. Это то, во что верят многие экономисты и аналитики сейчас. Но я покажу тебе то, что объясняет, почему все они ошибаются. Посмотри на этот график от Elliot Wave International. Здесь есть два очень интересных момента. Первый момент. Перед тем, как происходит разворот ФРС США, мы наблюдаем исторический рост рынков. Еще раз. Рост рынков происходит перед тем, как ФРС США объявляет о полном развороте своей денежно-монетарной политики. Давай рассмотрим примеры. Это рынок 2007 года. Рынок взлетел. Затем ФРС США решили начать понижать ставки. И только затем рынок пережил значительную коррекцию. Давай посмотрим на 2000 год. Тогда рынок вырос как раз перед тем, как ФРС США решили развернуть свою политику. После того, как ФРС объявили о развороте, рынок пережил коррекцию. Иными словами, к тому времени, когда ФРС США решает развернуться, начать понижать ставки и так далее, рынок уже взлетает, прежде чем это случится. Пик приходится как раз на объявление ФРС США разворота, а затем происходит массивная коррекция. Завета инсайдерской торговли или еще чем-то там, но так было исторически. Рынок не взлетал после объявления разворота. Он взлетал за несколько месяцев до него. Вот еще один пример. 1969 год, 1973 год, 1981 год. Рынок взлетал до разворота. Политики ФРС США и корректировался после. Итак, первый момент. Обычно ралли на рынке происходит до того, как ФРС США объявляет о развороте. И только затем происходит коррекция после. После того, как ФРС США объявляет разворот. И второй момент, который мы видим на этом графике. Большая часть падения медвежьего рынка происходит после объявления ФРС США разворота. Не перед, а после. Вот пример. 2007 год, после разворота ФРС США, когда они объявили, что будут понижать ставки, вот тогда-то рынок и переживает самую большую коррекцию медвежьего рынка. Заметь, до разворота ФРС ралли уже произошло. 2000 год, все то же самое. Ралли рынка до разворота, затем официальный разворот и только потом коррекция. В 2019 году происходило все то же самое. В 1970 году происходило то же самое. Другими словами, многие аналитики, трейдеры, инвесторы, думающие, что взрыв рынка произойдет после того, как ФРС США объявит разворот, исторически ошибаются. Как этот график показывает, все совсем наоборот. Ралли будет перед разворотом. После разворота будет самое главное, последнее падение медвежьего рынка. Кто-то скажет, что в этом нет смысла, как-то все звучит нерационально. Ну что ж, рынки ведут себя нерационально. Все дело в том, что институциональные инвесторы, крупные инвесторы, они не ждут новостей. Новости это для масс. Они не ждут, когда ФРС США выйдет и с трибуны голосом Паула скажет, что все, мы совершаем разворот нашей политики. Мы будем понижать ставки, мы будем покупать активы, заливать все дешевыми деньгами. Нет, они этого не будут ждать. Они готовятся к этому заблаговременно, наперед. Они делают свои ставки за многие месяцы до объявления официального разворота. То есть, ралли должно исторически произойти до, еще раз повторяю, до разворота денежной политики ФРС. Надеюсь, я понятно все объяснил, потому что сейчас многие об этом говорят и, как мне кажется, изучая этот график, можно сказать, что многие ошибаются в своих прогнозах. И эта ошибка может стоить им больших денег, когда они начнут покупать именно тогда, когда ФРС США объявят о развороте и получат вот эти массивные коррекции. 36%, 48%, 27%, 51%, 58% и совсем недавно, в 2019 году, минус 35%. Не хотелось бы попасться на такую удочку, не так ли? Поэтому надеюсь, что я тебя предупредил и это было полезно и интересно. Если это действительно так, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Здесь мы регулярно говорим о том, что происходит в мире криптовалюты и экономики. И еще кое-что. Это не финансовый совет, это всего лишь анализ этого графика. На этом все. Меня зовут Богатийщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok